Амбиция быть, войти в историю президентом-реформатором. Действительно, чтобы Украина изменилась. Ну вот тут, как я сделал оговорку, в меру своего понимания. В меру своего понимания и ощущения политических обстоятельств. То есть по своему типу впечатления, что это скептик, который слушает свое мнение, свои убеждения и не слишком склонен прислушиваться, принимать другую точку зрения. Скептик, но не евроскептик. Не евроскептик, да. И учитывая у него твердость, уверенность присутствуют в его позициях, даже если с точки зрения внешнего постороннего восприятия выглядит так, что может быть по-другому, как-то можно было отреагировать. Вместе с тем у него есть своя позиция, и он настойчиво ее пытается отстаивать, реализовать. Даже в контексте вот этого, то, что вы упомянули, в контексте вот этих ситуаций на Донбассе, когда приехали Штайнмайер и министр иностранных дел Германии, министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро, когда Эро изложил конспективно новый алгоритм действий по реализации минских соглашений, то потом, когда президент выступал на Ялтинской этой же встрече, Ялтинский форум, Ну то есть он был в Киеве, да. Да, в Киеве, да. Ну вот условно название, ялтинская инициатива, там, да. Имени Пинчука. Имени Пинчука, да. Так вот, когда президент выступал, складывалось такое впечатление, что как будто бы Эро и Штайнмайер не приезжали. То есть вот одна и та же позиция, он четко ее последовательно озвучивает. Хотя на самом деле Эро и Штайнмайер привезли уже относительно компромиссный вариант. С учетом в том числе, как мне показалось, я не видел этот документ, но вот из того, что сказал Штайнмайер, из цитирования обильного сказания Гринистр и Майер, то, что сказал Эро, там выглядело так, что уже вроде бы нашли вариант, который оказался компромиссом между тем, что предлагают сепаратисты из ЛНР, ДНР и Россия, и с другой стороны, то, что наши предлагают. Главный вопрос преткновения был, это выборы после возвращения, то есть с украинской стороны позиции, выборы после возвращения контроля над границей, и сначала полного прекращения огня, контроль над границей, и выведение с территории отдельных районов Донецкой и Луганской области иностранных граждан, которые воюют там, на стороне сепаратистов, и военной техники, которая не является украинской, которая каким-то образом туда попала. То, что Лавров и Путин озвучивали еще до приезда Штайнмайера и Эро, да даже, по-моему, до этого саммита в Китае, саммита G20, то, что, ну, в принципе, давайте двигаться постепенно, да, и поэтапно, что, мол, давайте начинать постепенно реализовывать политические пункты, и реализация этих пунктов будет только укреплять режим прекращения огня на линии соприкосновения. Собственно говоря, что и потом изложил Жан-Марк Эро, и судя по тому, что Штайнмайер только кивал головой, да, то есть это было согласовано, и где это было согласовано, согласовано все это было на полях саммита в Ханчжоу. Вот то, что у нас, как бы, продуцируют, продуцируют наши чиновники, смыслы, они оказались совершенно другими. То есть, если вспомнить, то вначале речь шла о том, что Путин не хочет встречаться в формате нормандской четверки, что Путин готов похоронить нормандский формат. То есть, потом оказалось, что спасли нормандский формат Путин, так и после этих двусторонних встреч с Меркель, Оландом и Обамой, вроде бы сказал, да, мы будем встречаться в нормандском формате на высшем уровне. То есть, это преподносилось, как победа, что этого Путина чуть ли там не забуцали. А тут вдруг приходит, понимаете, проходит неделя, вот 5-6 числа был, когда этот саммит в Ханчжоу, и тут проходит неделя, тут вдруг 13 числа эти, которые лидеры сепаратистов, заявляют, что будет перемирие, что они будут строжайшим образом его соблюдать, тут вдруг, я, допустим, думаю, это действительно, и наши, в принципе, официальные лица подали, да, это вот в очередной раз, они пытаются этим всем манипулировать, тут вдруг Штайнмайер приезжает и говорит, что это согласованные перемирия, то есть, это не просто инициатива отдельных... Полевых командиров. Отдельных полевых командиров, да, в каком-то смысле так, руководителей двухвоенно-политических группировок, да, не просто их инициатива, что это было согласовано. И тут вот понимаете смысл, то есть, это вдруг инициатива возникает, потом вдруг Штайнмайер говорит, что это не то, что сами эти придумали, что это часть согласованного какого-то алгоритма, потом Мэро говорит, что вот то-то, 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 что учитывает, да, и позицию, то, что Россия выдвигала, что постепенность прекращения огня и политического процесса, растянутость во времени на несколько фаз, и то, что... Кстати, по поводу выборов, там, если внимательно посмотреть цитирование, опять-таки говорю, я сам алгоритм этот не видел. Он существует. Кучма сказал, что существует, что в трехсторонней контактной группе его видели. Ну вот, если говорить, исходить из того, что Эро сказал по поводу третьего этапа, то начинается это цитирование с того, что Верховная Рада должна назначить дату выборов, должен быть во время этого этапа закончен процесс внесения изменений в Конституцию по части там какого-то специального, особого, не будем вдаваться в тонкости, статуса вот этих территорий, постоянного, временного или надолговременного, тоже пока ясности нет. Плюс на этом третьем этапе амнистия, завершение вывода иностранных граждан и иностранной техники, это третий этап. И получается, что выборы только после этого проходят. Но назначается их дата уже на этом этапе. И с учетом выполнения вот этого всего уже, то есть я так понимаю, что когда выводят все последнее, восстанавливается контроль над границей. Причем не так там много там аргументов в пользу того, что а кем контроль над границей ОБСЕ, я-то полагаю, что не ОБСЕ, а правительство, украинское правительство берет под контроль эту. То есть получается, что привезли компромиссный вариант. То есть никакие не миротворцы? В том числе и Россия, да? Там пока до конца не ясно, я же говорю, не ясно пока до конца. Кучма говорит, что алгоритм такой есть, но по ряду пунктов разногласия. Тонкостей? Не знаю. Но Климкин говорил, что это эротом тонкости перевода, неправильно его по поводу этих особого статуса или чего там, не помню еще. Ну, тонкости перевода. Президент как будто бы не было этой встречи, хотя первая встреча, которая вот была знаковая во время визита Ро и Штайнмайера, она была с президентом. То есть получается так, что наши изобразили, что то ли не поняли, что произошло, то ли изобразили. Я так подозреваю, что вот это перемирие, это как раз один из элементов вот этого условно-ханчжоуского консенсуса между Путиным, Обамой, Меркель, Оландом по поводу того, что дальше делать с Минском-2, как его реализовать. И даже могу предположить, что Путин специально взял инициативу в свои руки, что и фактически, что сделал. Если с нашей стороны говорят, что мешает отсутствие прекращения огня, то вот вам прекращение огня. А дальше политические пункты. Вы понимаете, нас снова, возможно, переиграли. И тут, если говорить... Но Петр Алексеевич не дал. Нет, подождите. Вести его ману. Да. Выступил так, как будто бы ничего не произошло. Ну, это... И Бешкек не поехал уже. Это пока еще непонятно. Я думаю, что Петр Алексеевич на самом деле пока еще не готов озвучить новый вариант. Новый вариант реагирования на все. Он в раздумьях. И полагаю, что вот как раз телефонный разговор после выступления Петра Порошенко на этом Ялтинском форуме. Разговор с Меркель по телефону. Интересно в этом подробнее, конечно. Да. Буквально вот состоялся совсем недавно, да? Подробно. Ну, после выступления, когда Петр Порошенко говорил, как вроде бы не было ни Штайнмайера, ни ИРО в Киеве, ни в зоне конфликта, ни так далее. То есть, возможно, вот я не знаю, по чьей инициативе состоялся разговор, поэтому только догадки могут быть. То ли это Меркель послушала выступление на форуме, увидела реакцию на визит Штайнмайера и ИРО, и решила уточнить, что это на самом деле не какие-то там отвлеченные вещи. То ли выборы в Германии натолкнули ее на то, что нам звонить? Возможно, да. То ли это по инициативе нашей стороны решили все-таки уточнить, насколько серьезно и правда то, что сказал ИРО, чтобы понять ситуацию. Я думаю, вот встреча с Обамой, она... с Меркель. То есть известно хотя бы как-то. Можно анализировать? С нашей стороны пресс-служба президента сообщила, что президент обратился, чтобы Эльми Умерова лечили там, забрали на лечение, в Германию оказали ему помощь. А вот как раз немецкие источники указывают на том, что Меркель призвала серьезнейшим образом отнестись к выполнению, все стороны отнестись к выполнению Минских соглашений, вот того, чтобы достичь прогресса. Причем речь шла, о том точно не помню, речь шла, что в ближайшие несколько недель. В ближайшие несколько недель это значит, что на полях саммита G20 был в принципе согласован и алгоритм дальнейшего продвижения по Минску-2 в целом. Не только как алгоритм реализации пунктов Минских соглашений февральских 2015 года, но и в целом. То есть уже тогда после этого саммита в Ханчжоу Штайнмайер сказал, что вот должна состояться сначала встреча министра иностранных дел в нормандском формате, а потом возможно встреча президентов. Ну если так прикинуть, по срокам, то где-то выходит октябрь месяц. Такая встреча реальная. Министров? Да. Ну вот, кстати, после этого заявления Штайнмайера изменились и как бы смысл заявлений Клинкена по этому поводу. Клинкен тоже стал говорить, а то же, что и Путин. Путин после этого саммита в Ханчжоу сказал, что смысл встречаться, если продвижения нет. То есть продвижения для того, чтобы встречаться на высшем уровне, если есть подвижки, тогда будем встречаться. Вот Клинкен фактически через несколько дней сказал то же самое, только уже выражая позицию нашей страны, руководства нашей страны. Субтитры сделал DimaTorzok